Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 13 декабря, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 7, стихи с 1 по 6. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражений царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без этого, без отца, без матери, без родословия, не имеющие ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. И видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих, «Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от шресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение отрывков из послания апостола Павла к евреям. И сегодня церковь за богослужением молится и произносит слова из седьмой главы послания к евреям апостола Павла. И в этой главе говорится о новом священстве, которое было необходимо. Но было необходимо по определенной причине. Дело в том, что связь между человеком и Богом в результате грехопадения была нарушена. И в Ветхом Завете эта связь реализовалась посредством изначально закона, того закона, который Моисей получил на горе Синай и преподнес народу Божиему. И таким образом, исполняя закон, человек находился в близких отношениях с Богом. Но, как говорит сам апостол Павел, который является сам одним из лучших фарисеев своего времени, как он сам говорит, что он был первым из фарисеев и великим ревнителем отеческих своих преданий, он говорит о том, что невозможно исполнить закон. И поэтому человек приступал закон так или иначе. И здесь нужно понимать, что когда мы говорим слово «закон», мы имеем в виду не только 10 заповедей Деколога, но мы имеем в виду все 613 заповедей Ветхого Завета. Так или иначе, всех их совокупность нельзя исполнить во всей полноте. Поэтому, так или иначе, человек осуждался законом и поэтому был отдален от Бога. Эту проблему в теории должны были решить священнослужители Ветхого Завета, то есть левиты. Каким образом? Человек, совершивший грех и преступление, должен был принести жертву. Жертвы существовали разные в Ветхом Завете. Жертва благодарения, жертва существовала коллективная и индивидуальная, жертва за грех, жертва кровавая и бескровная. Так или иначе, все эти жертвы приносились в Иерусалимском храме священнослужителями. И таким образом должны были покрывать те грехи и восстанавливать разорванную связь той близости, которая была между Богом и человеком. Почему мы говорим об этой связи? В контексте послания апостола Павла к евреям важно помнить, что здесь для апостола важно понимание такого выражения, как «присутствие Божие». Человек должен всегда находиться в присутствии Божием по замыслу Бога. И вот в Ветхом Завете мы видим, что реализация этого замысла не имела места, потому что, как мы видим, закон приступался, а священство левицкое не было совершенным, и оно не выполняло той функции, на которую было предназначено. И нужно понимать, что Ветхозаветная жертва, она не искупляла человека, то есть она не омывала человеческий грех, а она покрывала его сверху. Это все равно, что человек нечистый не омывает свою грязь себя, а просто одевает на себя новую одежду. Он как бы покрывает внутреннюю грязь, но не очищает ее. Так же и здесь Ветхозаветные жертвы, они не очищали человеческий грех. Поэтому и говорит здесь автор послания к евреям о том, что нужен новый священник. Новый священник, который будет выше всего предыдущего, что было. И поэтому, опираясь на отрывок из книги «Бытие», Пятикнижия Моисеева, на тот момент, когда таинственным образом появляется буквально несколько стихов в повествовательной конве, появляется некий таинственный священник Бога Всевышнего Мелхиседек, и которому Авраам приносит десятину. В свою очередь Авраам является родоначальником народа Божия, народа, который будет хранителем и участником завета между Богом и человеком. И в то же время Авраам является родоначальником Исаака, Иакова, Моисея и всего народа израильского. Таким образом, из этого израильского народа появляется и священство из 12 коленов Израилева. Одно из колен будет колено священников, левитов. И другие колена вынуждены будут приносить десятину этим священникам, десятину из своего достатка. И таким образом Авраам является родоначальником и священства. Но получается, что в Аврааме, Мелхиседеку, десятину приносит само ветхозаветное священство. Таким образом, мы видим, что Мелхиседек выше ветхозаветного священства. И нужно еще сказать, что автор послания опирается на Псалом, на Псалом Давида, в котором говорится, что «ты иерей вовек почину Мелхиседека». Кроме того, мы видим, что в повествовании в книге «Бытие» говорится о том, что у Мелхиседека нет ни отца, ни матери, нет его родословной. Он как бы появляется и тут же исчезает в повествовании книги «Бытие». И таким образом говорится в толковании, в аллегорическом толковании говорится, что он не имеет начала, не имеет конца. И Святоотеческое толкование говорит о том, аллегорически толкуя этот отрывок, говорит о том, что это было прообразование Господа нашего Иисуса Христа, будущего одного единственного первосвященника и архиерея, который и совершает это дело спасение человечества через искупление его грехов на кресте. Таким образом, уже нет необходимости в заместительных жертвах Ветхого Завета, но сотворена одна единственная истинная жертва, жертва Иисуса Христа. Истинный он является и тот, кто приносит жертву, и тот, кто приносится в жертву. Таким образом, мы имеем уже новое священство Нового Завета и сами являемся участниками этой жертвы, как сказано в послании апостола Петра, все мы являемся царственным священством, народом избранным, взятым в удел. Только бы нам от этого не отпасть. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам, всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова